Привет, меня зовут Аша, и со мной сегодня произошел призабавный случай. Те, кто видели Иван Васильевич Медпрофессию, мне кажется, его должны были видеть все. Те меня поймут. Стою я на первом этаже, жду, пока подойдет лифт. Открывается дверь, я смотрю, стоит полная женщина, и завершает вот этот вот жест, когда перекрещиваешься, и просто упала со смехом. Мне так и захотелось прокомментировать, вот что крест животворящий делает. Вот что крест животворящий делает. Ну, перейдем к основной теме моего видео. Это было такое небольшое мирное выступление. Меня зовут Даша, я сегодня рассказываю о... продолжаю рассказывать о своих домашних животных. В прошлый раз я их просто перечислила, в этот раз я уже коснусь непосредственно их характеров. И, как и в прошлый раз, я начну со своей канарейки с лучика. Лучик очень храбрый. Однажды так случилось, что случайно улетела из клетки. И, конечно, кошку-то я сразу сгробастывала, я нанесла в ванную по собаку, как-то забыла, да, тоже. Да, еще живая дёрка. Тахап в рот, я не знаю, почему она не стала его грызть, я просто, ну как, взяла в рот, вот как мы воду в рот набираем, да, и держит, не отпускает. Надо заметить, моя собака большая собственница, о чем я еще скажу позже. И так как колбаса не помогла выманить ее из-под кресла, за которым она обычно прячется, я просто нажала на одну из ее игрушек, та писнула, та уронила лучика, и убежала посмотреть, что с игрушкой ее творится. Тем временем дверь быстренько закрыли мы с мамой, и я отодвинула кресло сначала, в первом мгновении я уже уснулась, потому что первое, на что упала мой взгляд, это на капельку крови, которая была на спине лучика. Я сначала подумала, что, о боже, он умер, но потом, когда я прилилась, я увидела, что он дышит очень часто, ну, разумеется, птичка испугалась. Мы с мамой тут же аккуратненько подняли, там, поместили в клетку. Он всегда сидит на желточке, я никогда его на полу не видела в клетке. А тут он сел на пол, мы ходили перепуганные, каждые пять минут смотрели, что с ним, как он. Уже через 15 минут он затем на желточку чирикал, так вот вообще ничего не произошло. Ну, вообще, очень храба, очень умный. Всегда начинал подчирикивать, когда я что-то пела в своей комнате, я люблю петь, и особенно, что же там? А, особенно он любил, когда я пела под Анну Герман, просто под Анну Герман, нет. Но когда я подпеваю под Анну Герман, тут же начинает заливаться. Далее, далее я хочу рассказать о своей собачке, о Кэрри. Также мы ее называем Кэнди, Кэндис, лохмоногая лошадка, патунка, медвежонок, лохматка, как угодно. Кэрри выросла, она попала к нам, когда у нас была уже очень взрослая кошка, которая была на тот момент для 9-10. И у нее очень много появилось привычек. Например, она всегда спит свянувшись с калачиком. Ну, исключение составляет, когда очень жаркая погода, тогда она кверху лапами, и очень молительное зрелище. Но когда она забирается на постель, спит она как человек. То есть мордочка у нее на подушке, а все остальное тело на основной, на матрасе. Она очень боится громких звуков, хлопушка, фейверк, гроза. То есть Новый год для нее это вообще, я не знаю, апокалипсис какой-то. Она сразу начинает, у нее есть место, куда она прячется, а громких звуков от мамы, когда та ее ругает. То есть от всего это ее убежище за кресло. А туда же она спряталась, когда она умыкнула у лучика. Она либо прячется за это кресло, либо вот у меня мама в основном читает лежа, и она у нее основная хозяйка, якобы на втором уже плане. Она вскакивает на диван, и вот просто вот мордочкой прямо и забивается в подмышку. Это так уморительно смотрится. Либо я, если я сижу за компьютером, она может прибежать ко мне, значит, под стол, положит мордочку на ступни ног, трясется лежит. То есть нехраблая собачка, какая любвеобильная. Стоит ей сказать что-то вот таким вот тоном, доброжелательным, сюсюкающим. Не обязательно даже по имени позвать, уж по имени не позвать, это вообще счастье запредельное. Все, хвостиком вам машет так, что тут вот-вот оторвется. Выражение глубочайшей признательности, любви и обожания на лице. Все, она готова ради тебя все сделать. Блин, да если нас, решат ограбить или там убить, я не знаю, ворвутся в квартиру, и они не станут мочить собаку, я надеюсь, очень останутся с ней сисюк, это облупзает им и ноги, и руки, и все что угодно им сделают. То есть, если мы останемся без крови над головой, опять же, мы не умрем с голоду, мы просто пойдем с собачкой по рынку. Ни один продавец на рынке не способен держаться того, чтобы ее не накормить. Просто вот она до какой-то степени уморительно просит, вот почему, когда я имя, никогда на нее не смотрю. Железная Леди. А еще моя собака-наркоманка. Здравствуйте, меня зовут Даша, и моя собака-наркоманка. Она фанатеет от копченой косички, ну вот эта, которая закуска к пилу. Она за эту косичку, я не знаю, она не то, что нас с мамой продаст, она Господа Бога собачьего продаст. Кстати, насчет того, что моя мама основная хозяйка собачки, хотя мама отрицает, и утверждает обратное. У нас был просто анекдотический случай. Мы когда вместе, допустим, гуляем, да, с ней, и, допустим, я иду в магазин, и мама домой, мама зовет, а, я ее зову с собой, типа, что, Кэрри, пойдем еще погуляешь со мной до магазина. А та нет, бежит за мамой домой, все, то есть она всегда с мамой. А тут мама меня куда-то подвозила, и Кэрри была над задним сиденьями. И она нас высадила, а сама надо было ей поставить гараж в машину. А ей сама надо было поставить машину в гараж. И она поехала. Так Кэрри погналась за ней. Я ей ключу-ключу, то вроде ко мне два шага сделает, а потом опять за машиной. Мы такое вообще впервые видели, мы там так ухахатывались. Это надо было просто видеть. Это я не умею рассказывать смешные вещи, но, поверь, это было так смешно. Однако, при том, что мама основная хозяйка у нее, когда я дома, Кэрри не притронется к еде, пока я не приду на кухню, и не начну есть. Она просто, если даже ей дать еду, она просто ляжет возле нее, лисеет возле нее, будет просто на нее медитировать, то есть просто смотреть на нее, и все. И пока Даша не придет на кухню, а-а. А еще надо нас караулить с мамой. Ванной. Я думаю, это многие собаки делают. То есть пока дверь закрыта, Кэрри держит пост у ванной, у порога, и что-то не делай, что-то не вытворяй, смешно не сдвинется, и шелохнется она только тогда, когда ты выйдешь из ванной. Она жуткая собственница. У нее есть игрушки, в основном пищащие. И когда нам нужно как-то отвлечь внимание собаке, ну, например, я не знаю, у нее есть рожина, живет, это же он ниже нашего. Не знаю, что та ее не слюбила. Или, допустим, она лучико заховывает. Надо не колбасой ее отвлекать внимание, а вот именно взять игрушку ее, и ее пискнуть. она даже покусала маму как-то просто за то, что та решила поднять с пола ее игрушку, и Кэрри это увидела. Это было три страшных укуса. ужас, она такая собственница, такая собственница, я не знаю, я таких никогда не видела. ревнивая, прямо как человек. Стоит нам с мамой обняться, или даже прикоснуться к друг другу. Все, сразу гав-гав, то есть все, что вы тут устраиваете она как и все собаки не любит пьяных когда я позволяю себе она непременно сделает лужу в той части коридора, по которой мы ходим чаще всего хотя у нее есть свое место куда она обычно делает свои дела вот такая вот у меня уникальная совершенно не только внешне, но и внутренней собачки далее я расскажу тебе о лучике ой первый год она была очень нелюдима, прям чрезвычайно на руки не возьмешь секунда-две проходит она тебя царапывает и уносит затрав хвост со временем она стала как-то это терпеть ради своих хозяек и уже где-то минут 10 выдерживает, прежде чем начинать вырываться и уже не царапается ну как бы делается когда она становится очень ласковой очень общительной это когда приходит время кормежки то есть Даша встает я ее обычно по утрам ко мне Даша встает идет в сторону чтобы гигиенические процедуры всякие проводить там все прям вокруг и зайдется хвост трубой спину в спине прогнется об ноги вытирается ну просто идеальная домашняя кошка не дать не взять и Дона, если заходишь на кухню она клянчивает точно таким же образом она не орет, не мяучит, не мурлычет ничего она просто маневрирует между твоих ног стараясь тебя уронить еще что ее отличает от других кошек с которыми я по крайней мере знакома допустим, когда ты лежишь и читаешь к примеру и она лежит на тебе и ты меняешь позу она не убегает как это делают другие кошки она тоже немножечко меняет диспозицию чтобы ей удобно было на тебе продолжать лежать и вальяжно раскинется и лежит очень любит спать под одеялом это просто нечто с чем-то мы с мамой вот она два года у нас уже почти живет мы с мамой никак не можем к этому привыкнуть мы даже раз так и хиком когда видим это зрелище в этом плане у нас что собачка что кошечка собачка спит как человек мордочка на подушке все остальное на матрасе лиса укрывается одеялом ну не укрывается конечно под него так что под одеялом находится одно тело а голова снаружи понимаешь, да? вот и пожалуй это все что я могла рассказать о своих животных конечно самое основное потому что о своих детишках я готова говорить просто бесконечно надеюсь тебе было интересно надеюсь тебе понравилось желаю тебе бесконечного позитива какие могут принести только животные даже если ты не можешь позволить себе иметь таковых на этом все пока 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 пока